Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном вебинаре «Правильный понедельник», который посвящен оценке итогов фундаментальных событий, которые случились на прошлой неделе. Традиционная проверка связи. Как меня слышно, нет ли проблем с изображением и со звуком? Если все отлично, можно поставить плюсики в общий чат и будем двигаться дальше. Как меня слышно, нет ли проблем со звуком и с изображением? Уважаемые трейдеры, жду от вас обратную связь. Как меня слышно, нет ли трудностей и помех в нашем радиоэфире и видеоизображении? Хорошо, в любом случае, если какие-то трудности появятся, не забывайте об этом мне обязательно сообщать. Это очень важно, поскольку через обратную связь и фидбэк я пойму, что что-то не так. И попробуем быстренько это устранить. И также хочу предупредить, что если трудности возникнут по ходу самого вебинара, технического характера, ни в коем случае не покидайте комнату. Мы очень быстро наладим и снова вернемся в эфир. Сценарий нашего вебинара. Классический, традиционный. Это оценка основных событий прошлой недели, где мы останавливаемся на наиболее влиятельных с точки зрения резонанса на финансовые активы. После мы плавно переходим к тем событиям, которые на повестке предстоящих пяти торговых дней. Ну, собственно, сегодняшнюю торговую сессию уже можно считать практически завершенной. И она оказалась довольно-таки интересной. Мы это видели по динамике финансовых активов. И фонд сегодня очень активно ходит. Но я думаю, что для британской валюты сейчас, в принципе, мы наблюдаем период повышенной владельности, поскольку речь идет все-таки о событиях, которые мало кто расценивал как вероятные. То есть, выход из состава ЕС. И главный фундаментальный жертвой как раз стал именно фонд. То есть, те движения, которые мы наблюдаем сегодня, их, безусловно, можно объяснить. Но я думаю, что вы и без меня прекрасно понимаете, что в целом фонд остается под давлением. И не нужно обращать внимание на вот этот локальный позитив, который периодически проявляет себя в расположении этого актива. То есть, не нужно верить в то, что фонд уже напрочь отделался от массы тех негативных факторов, которые толкали его ранее вниз, и теперь осмотрят только наверх. Нет, ситуация в рамках Англии и всего вот этого инцидента, связанного с распадом Европейского интеграционного союза, она будет только улучшаться. При этом нужно понимать, что фонд будет страдать, может быть, даже больше всех, и неизбежно в ближайшее время пробьется район следующей поддержки, который находится на отметке 1.25. Я допускаю даже, что это может случиться уже до конца этих торговых пяти сессий, то есть до конца этой недели, поскольку мы ожидаем изменения монетарной политики, в частности, через снижение процентной ставки, уже на заседании, которое состоится в самые ближайшие дни. Но в целом, давайте начнем с самого начала. Рисковые инструменты актива в начале прошлой недели сразу же попали под серьезное давление, в частности, евро конструкторника оказалось на отметке 1.10.74. После этого мы видели полномерное постепенное снижение, и вот только в пятницу, собственно, добрались до поддержки 1.10, но даже тестирование этой планки пока не позволило нам закрыть наши короткие сделки, поскольку здесь мы, безусловно, ориентируемся на цены ASK, то есть цены продажи. Соответственно, чтобы закрыть нам сделку по тейк-профиту, по паре евро в доллар, нам нужно, чтобы пара просела на величину спреда ниже поддержки 1.10. Пока этого не произошло, но я думаю, что это вопрос действительно также в ближайших дни. Евро, в частности, не помог даже очередной блок сильной макроэкономической статистики. И если буквально на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, мы видели, как локальные отчеты поддерживали интерес к европейской валюте, сейчас уже это не так актуально, поскольку мы прекрасно понимаем, что макроэкономический фон реально претерпел изменения и уже будет смещаться в негативную сторону. Индекс деловой активности в сфере услуг Германии вырос до 53,7 с 53,2. Аналогичный прогресс мы наблюдали в рамках всего валютного блока 52,8 с 52,4. Я думаю, что это как раз были последние хорошие отчеты, которые мы лицезрели по Германии и всей Еврозоне. И учитывая то, что сейчас уже поговорят о неизбежности дополнительных мер экономического стимулирования, поскольку нужно действовать на опережение, подстегивать экономический рост, мы понимаем то, что все-таки первая причина этих ожиданий – это такие же ожидания слабой статистики, которые мы будем анализировать впереди. Участники рынка явно осознавали, что системные риски, с которыми сейчас столкнется Еврозона, а может быть в какой-то мере уже столкнулась, они будут выступать главным якорем для всей экономики. И, может быть, первая причина – это разрыв торгово-партнерских связей, нестабильности региона, ток капиталов, что и будет выливаться в более слабые показатели экономического роста. И, соответственно, возвращать нас к идее того, что Еврозона более не справится без агрессивных мер поддержки со стороны Европейского Центрального Банка, ну и, соответственно, Марио Драги. Мы эти меры ждали, даже без ситуации с Брекзитом, знали, что у них случается, поскольку инфляция остается на минимальных, около нулевых уровнях. И вот, как гром среди ясного неба, Брекзит, развал Европейского Союза и еще один, может быть, даже более серьезный стимул того, чтобы подтолкнуть европейский регулятор, проявить решительность и, соответственно, поддержать экономику. Что касается действий, которые сейчас предпринимаются регуляторами, я думаю, что не прошло, скажем, без незаметным для вас решения Банка Англии и снизить так называемый буфер капитала, говоря простым языком на мотивы резервирования для коммерческих банков, что тут же стало причиной серьезнейших распродаж фунта, поскольку он уже к азиатской сессии среды добрался до минимального уровня за последние 30 с небольшим лет, практически 35 лет. Это 1,2795. И вот сейчас не оставляет попыток снова пробиться к этой поддержке, но я думаю, что тестирование и удачное закрепление ниже – это вопрос самого ближайшего времени. Что касается решения, почему Банк Англии сейчас снизил на мотивы резервирования? Все на самом деле очень просто. То, что эти резервы снижены до нуля, соответственно, и эта мера сохранит свою актуальность, ну, по крайней мере, до следующего лета, это означает то, что у национальной финансовой системы появится возможность получить дополнительно 5,7 миллиардов фунтов. Это очень много. И, соответственно, это средство, которое значительно повысит объем кредитования национальных банков. И британский регулятор искренне надеется на то, что кредитные организации, которые получат эту ликвидность, поддержат экономику новыми кредитами, простимулируют потребительскую активность и, соответственно, позволят нейтрализовать те негативные последствия, которые будут иметь место быть уже постфактум выхода Англии из состава Европейского Союза. Но здесь можно сделать одну ремарочку, так, для общего развития. Нечто подобное. Да, конечно же, не развал Европейского Союза, но, может быть, в масштабе серьезных экономических трудностей для национального региона мы наблюдали в 2012 году в Еврозоне, когда экономика также нуждалась в большей ликвидности для рынка, и ЕЦБ эту ликвидность предоставил. Более 1 миллиарда евро, которые были разданы в буквальном смысле под нулевые процентные ставки коммерческим банкам. И Европейский Центральный Банк хотел только одного, чтобы КБ не жадничали, а стали раздавать эти деньги среднему, малому и большому бизнесу, чтобы развивали рынок ретавания. Но банки этого делать не стали, а поступили гораздо хитрее. Они перенаправили те средства, которые получили под нулевую процентную ставку, на корсчета в ЕЦБ под более высокую процентную ставку, которая была выше 0,1%. И, соответственно, просто сохранили на своих балансах эту ликвидность. Разумеется, инициатива ЕЦБ в связи с этим потерпела полная фиаско, поэтому спустя какое-то время ЕЦБ был вынужден снизить процентные ставки по депозитам до отрицательных значений, все для того, чтобы КБ больше не направляли средства на корсчета Европейского Центрального Банка. Потому что, чтобы хранить, скажем, сотни миллионов долларов, миллиард долларов на счетах Европейского Центрального Банка, за это сейчас придется платить. Многие, конечно же, этого не делают и стараются искать источники дополнительного, более-менее пассивного дохода через кредитование тех, кто в этом, соответственно, заинтересован. Отмечу также, что Банк Англии стал чуть ли не первым регулятором среди развитых рынков, который снизил требования капиталу коммерческих банков. Но я думаю, что это только начало. Как я уже отметил, что за Банком Англии может последовать и Европейский Центральный Банк. То есть это также в самое ближайшее время. Кроме того, решение Центрального Банка Англии понизить требования капитала предшествует, возможно, еще более агрессивному подходу, который будет связан с также мерами экономического стимулирования, но уже через снижение процентных оставок, что нанесет национальной валюте еще более серьезный ущерб. И я думаю, что даже на этом Банк Англии не остановится. И уже ближе, может быть, к концу 2016 года пойдет еще дальше и запустит программу количественного смельчения, которая была заморожена в 2012 году. В общем, все возвращается на круги своя. Мы понимаем то, что за столько лет регуляторы не нашли более действенных способов, кроме как наполнять и заливать экономику деньгами, в надежде на то, что они смогут помочь тем, кто в них, собственно, нуждается. И вернуть более-менее оптимальным значением ключевые параметры, за которыми мы следим. И прежде всего это показатель роста ВВП. Добавлю также, что в прошлый вторник вышла еще и очень плохая статистика по деловой активности в сфере услуг Англии. 52,3 с прошлого роста 53,5. Это не просто минимальное значение, скажем, за последние несколько месяцев. Это минимум за 38 месяцев, то есть больше, чем за 3 года. В сфере услуг 90% экономического роста. И вот, пожалуйста, вам еще один фактор давления, который указывает на то, что английская экономика даже без Брэкзита, скорее всего, не вытянула бы 2 с небольшим процентом по росту в следующем году. А с Брэкзитом сейчас, наверное, ей уже можно полномерно рассчитывать на рецессию. Для долгосрочных трейдеров, надеюсь, что вы понимаете, на что я намекаю, к чему уклоню, это буквально заявление между срок, что, ребята, нужно продавать фунт и ставить на отметку поддержки 1,20. И, соответственно, с текущих значений это практически 1000 пунктов. Вы сами понимаете, что очень прекрасная сделка, которая даже с небольшим плечом может принести достойный профит, за который стоит побороться. Американская валюта против иены также отступала. Закрытие вторника на отметке 101,69. В частности, давление на доллар продолжило оказывать общее неприятие инвесторами риска из-за последствий предпринятых, опять же, экономических стимулов британским регуляторам и фактам начала процесса распада Европейского Союза. Против американца еще сыграла и национальная статистика. В частности, мы на статистику сейчас обращаем очень много. Внимание, поскольку она имеет очень важное значение для доллара и, соответственно, и для решения ФРС по разгону своих национальных процентных ставок. Промышленное производство просело на 1%, что стало причиной резкого снижения доходности американских трежерей мы традиционно используем в качестве ориентира 10-летней бумаги. В частности, доходность снизилась до уровня 1,36%. Это не что иное, как исторический минимум. Из важных событий вторника также можно было выделить заседание Резервного банка Австралии, публикация ставка. Она осталась на прежнем уровне 1,75%. Мы не ожидали того, что ставка может быть пересмотрена с самого начала, потому что прежде чем она будет выставлена на пересмотр, нужно было получить четкий сигнал о том, что Резервный банк Австралии уже меньше внимания обращает на риски низкой инфляции, больше сконцентрирована, опять же, на коррективах основных параметров денежно-кредитной политики. Вот только сейчас, в ходе этого заседания, мы убедились в том, что риски, точнее особый вектор внимания Резервного банка Австралии уже смещен на денежно-кредитную политику. С инфляцией все более-менее уже стало ясно, она действительно продолжает снижаться. И мы сейчас, собственно, видим резкое падение цен на нефть, что может остать причиной дополнительного давления на индексы CPI и, соответственно, развязать уже окончательно руки Резервному банку Австралии, чтобы те уже перестали сомневаться и, наконец-таки, осознали единственное правильное решение, которое сейчас можно предпринять, чтобы поддержать также экономический рост, это облегчить условия кредитования на внутреннем рынке через снижение процентной ставки. Я думаю, что минимальная достаточная сейчас ставка – это 1,25. То есть потенциал коррекции еще полпроцента. И если мы полпроцента этих дождемся до конца этого года, снижения ставки, то австралиец будет торговаться недалеко от отметки 0,70. Это наша как раздолгосрочная цель. Закрытие вторника по нефти – 48 долларов за баррель. В частности, на рынок энергоресурсов мы также обращаем очень много внимания. Следим за статистикой по запасам, за прочим фундаментом. И все это время, на протяжении последних нескольких месяцев, мы с вами искренне верили, что разгрузка неизбежна, давление на нефть будет оказано. И при прочем фундаменте трейдеры осознают необходимость и целесообразность распродаж. И вот сейчас мы наконец-таки дождались той коррекции, на которую и ориентировались. Я, собственно, хочу поздравить всех тех, кто послушал рекомендации и, соответственно, начал активно распродавать, когда Brent уж тем более пробрался выше 50 долларов за баррель. Потому что пройдет совсем немножко времени, и мы протестируем с вами поддержку 45, и дальше пойдем на более серьезный уровень 40, что чревато также и девальвация для курса российской валюты, которая уже давно поглядывает на высокое значение выше 68, но пока умудряется держаться даже ниже 65, что также является настоящим парадоксом, учитывая столь низкие цены на энергоресурсы. В среду европейская валюта продолжала консолидироваться в довольно узком диапазоне. Ход 40-50 пунктов, 1,10,50, 1,11, такой коридор. Высшие данные по производственным заказам в Германии оказались хуже ожиданий, в частности, объем заказов в производственной сфере. В июне по сравнению с прошлым месяцем продемонстрировал нулевой прирост. Просто это очень мало. Это явно указывает на то, что импульс восстановления уже потерян. И вслед за этим нулевым значением снова будут отрицательные цифры. Сектор будет в красной зоне. И, соответственно, экономика будет лишена еще одного драйвера для роста. Я имею в виду показатели ВВП. Фонд против американца продолжил обновлять минимумы. В частности, решение Банка Англии снизить требования к капиталам коммерческих банков было расценено как первый звонок того, что это только начало. Банк Англии, будучи проактивным регионом, продолжит действовать, продолжит бороться за экономический рост, сдерживать угрозы, связанные с выходом из состава ЕС. И сейчас, как я уже отметил, обсуждается еще один новый экономический стимул – это возможность снижения процентных ставок. В частности, если вы посмотрите содержание экономического календаря, вы сможете убедиться в том, что большинство экспертов, аналитиков не ожидают, что ставка может быть присмотрена в этот раз. Но я хочу, чтобы вы сейчас стали представителями как раз меньшинства и, осознавая ту фундаментальную картину, которая сложилась, и осознавая то, что Банк Англии не просто так начал стимулировать экономику через коррективы нормы обязательного резервирования. Возможно, он нас подготовил уже к тому, что ставка будет снижена уже сейчас. Поэтому я делаю акцент на то, что ее действительно могут пересмотреть, если это случится в ближайшие дни, то есть до конца этой недели. Значит, пара фунт-доллар может в моменте потерять несколько фигур и приблизиться к отметке 1.25 против доллара. Соответственно, возвращаясь к британскому регулятору, я думаю, что мы здесь детально уже взобрали общую картину. Наверное, вопросов быть не должно. В целом, все это подпринимается регулятором для того, чтобы избежать состояния рецессии, которая очень близка для английской экономики. И, соответственно, все это проводится для того, чтобы сгладить последствия вот этого не совсем, точнее, абсолютно непредвиденного решения по стфакту народного волеизъявления, решения по выходу из состава Европейского Союза. Доллар японская иена практически добралась ближе к концу прошлой недели до поддержки 100 иен за доллар. Однако слухи о том, что Банк Японии вряд ли пропустит пару ниже и готов использовать валютные интервенции, сделали свое дело. Американская валюта очень быстро вернулась в больше сопротивления 100 и 5, где продолжила, собственно, бруждать до пятницы до публикации данных по Non-Farm Perils. Интерес к доллару в среду подогрели еще ожидания публикации протоколов последнего заседания. Мы считали, что это событие может оказаться даже более серьезным, чем Non-Farm Perils, но наши ожидания были напрасны, поскольку протоколы прошли практически незамеченными. Единственное, что мы услышали, что дальнейшее повышение процентных ставок в США остается уместным при условии сохранения восстановительного тренда на американском рынке труда. Заметьте, это было сказано по факту протоколов до выхода Non-Farm Perils. И уже постфактум, публикация пятничного отчета по рынку труда, мы можем говорить о том, что прогресс явно продолжается. И это мощный сигнал того, что хотя бы одно повышение ставки мы еще непременно увидим до конца этого года. Также порадовала статистика и по индексу деловой активности в сфере услуха. По версии АСМ это самый важный релиз по активности в этом секторе. То есть оценка АСМ она самая объективная. Здесь у нас прирост совершенно очевидный, 56,5-52,9. После этого мы переключились на рынок нефти. Вы помните, что из-за празднования Дня независимости отчеты у нас поехали ровно на сутки. То есть API, частная оценка по снижению запасов или по росту, которая обычно публикуется во вторник, съехала на среду. А данные администрации энергетической информации, которые выходили ранее в среду, уже были смещены на четверг. Но в целом по API снижение составило 6,7 миллиона против прошлого снижения на 3,8. Серьезно. И в целом мы увидели, как рынок тут же отреагировал рынок нефти ростом на эту статистику. И у нас были опасения того, что если и в четверг Минэнерго подтвердит снижение запасов, значит Brent уйдет выше 52 долларов за баррель. Но этого не произошло. Запасы снизились на 2,2 миллиона не так сильно, как в прошлом. Этот отчет не оказал никакой даже мимолетной поддержки для нефти, что позволило нам вздохнуть с облегчением, поскольку мы наконец-таки осознали, что трейдеры руководствуются более объективным фундаментом тех рисков, которые имеют место быть для всего рынка энергоресурсов. И не обращать внимания на ту статистику, которая имеет сезонное проявление. К концу торговой сессии четверга Brent провалился ниже 47 долларов за баррель и продолжает, собственно, снижаться и сейчас. Из важных событий четверга можно было выделить данные по рынку труда США. Прирост новых рабочих мест по версии частной оценки DP составил 172 тысячи против прогноза 159. Улучшение ситуации на рынке труда снова повысило вероятность нормализации денежно-кредитной политики до конца этого года, что тут же сказалось давлением на рисковых активов и поддержало позиции доллара. Яру, в частности, просела до уровня 1.1060 и на самом деле продолжает находиться под таким же давлением, как и раньше, поскольку фундаментальная картина не то чтобы не изменилась, она напротив еще больше стала сигнализировать о том, что доллар будет расти, а у английского инструмента, ну никак. Фонд скорректировался до отметки 1.2903. Настроение британцу подпортила еще и статистика по, собственно, национальному промышленному сектору. Промпроизводство просело на 0.5% против прошлого роста на 2.4%. Серьезный контраст. И еще одно подтверждение того, что британцы очень нескоро увидят хорошие цифры, которые могли бы поддержать, соответственно, интересы к фунту. Австралийцы против доллара закрыли день на уровне 0.7476. Канадец против американца на фоне снижения нефти снова приблизился к сопротивлению 1.30. Добавлю также еще и про статистику по заявкам на пособия по безработице, поскольку это традиционный отчет, на который мы обращаем внимание. Может быть, даже бенчмарка будущего показателя по Non-Farm Parallels. И здесь у нас один неосменяемый уже на протяжении последних 70 недель позитив, который позволяет нам говорить о том, что сектор только восстанавливается. 254 тысячи заявок против прошлого 270. Напоминаю, что если индикатор находится ниже 300 тысяч, это позитив, который позволяет рассчитывать на прирост новых рабочих мест и снижение уровня, собственно, безработицы. Ну и так мы медленно, но верно, вооружившись хорошим отчетом по EDP и, соответственно, заявкам на пособия по безработице, подошли к пятничному релизу Non-Farm Parallels. И по факту, я думаю, что вы и без меня прекрасно знаете, что цифра оказалась очень хорошей. 287 тысяч новых рабочих мест против прошлого скорректированного 11 тысяч. То есть смешной показатель и кажется даже абсолютно нереальный. Но напомню, что статистику подпортила также и забастовка в Аризон, компания, которая, по сути, скостила с этого индикатора больше 50 тысяч новых рабочих мест. Сейчас этого форс-мажорного обстоятельства не было. Мы рассчитывали на то, что прирост будет больше 100-120 тысяч, но постфактум наши ожидания даже близко не стояли, потому что фактическая цифра оказалась в 2,5 раза лучше. И еще один важный момент, то что средняя почасовая зарплата выросла до 2,6% против прошлого 2,5. Это как раз тот самый новостной фон, который подстеркнет интерес к будущему показателю по инфляции, создавая условия для его роста. В частности, индекс CPI у нас в эту пятницу, продолжим за ним следить. И если в этот раз мы снова увидим прирост, значит, вероятность повышения процентной ставки хотя бы на декабрьском наседании повысится с текущих 25%, я думаю, процентов до 35. И следующий макроэкономический фон, он только будет разгонять эту вероятность. Снова создавая возможность торговли на финансовых рынках, а через покупку американской валюты. Этой возможностью мы, разумеется, будем пользоваться, как и всегда. Что касается реакции. Пара доллар-японская иена в моменте, после выхода столь хорошей цифры по Non-Farm Payless рванула выше 101, евро просил их поддержкой 1,10. Распродажи рисковых инструментов наблюдались в прямом смысле вдоль всего рынка. И еще отмечу один из наиболее интересных отчетов в пятницу, это классический отчет по количеству платформ BakerHudges. Количество платформ снова выросло, высокие цены на нефть снова подстегивают сланцевых производителей возвращаться в большой бизнес. Плюс 10 штук за прошлой неделе. 351, буровая с 341. И в целом, именно этот новостной фактор и стал еще одной причиной давления на нефть, поскольку трейдеры вернулись к идее того, что если увеличивается количество платформ буровой, значит непременно будет добываться больше нефти. Значит нефти будет больше в мировой экономике. И рассинхронизация, расхождение, дисбаланс между спросовыми предложениями также будет более выраженным. Это, между прочим, основная идея, которая позволяет распродавать Brent даже с текущих значений. И уж тем более позволяла продавать этот актив с того уровня, когда Brent торговался выше 50 долларов за баррель. Еще отмечу также канадскую валюту против доллара, поскольку в пятницу мы следили не только за рынком труда США, но еще и за канадским рынком труда. И здесь плохой отчет. Количество новых рабочих мест снизилось на 700, против прогноза роста на 5000. Соответственно слабая статистика потеснила позиции канадца. К этому добавился еще и сильный доллар и снижение цен на нефть. В итоге мы увидели уверенность в закреплении пары USDCAD выше поддержки 1.30 и смещение до этого валютных активов даже в район 1.30-1.50. И я снова призываю вас к тому, чтобы рассмотреть возможность дальнейшей покупки этой пары со следующей целью с сопротивлением 1.32. Собственно, это из важных событий. Пожалуй, все. Плавно давайте перейдем к текущей пятидневке. Завтра у нас в 9.00 по московскому времени индекс потребительских цен в Германии. Безусловно, на брифинге, который состоится завтра в 9.30, как и всегда, в прямом эфире, я приглашаю вас принимать участие, обсуждать, задавать вопросы. Через перископ подключайтесь. Если нет такой возможности, тогда запись доступна буквально уже в районе 10-11 часов на нашем официальном канале на YouTube. Поскольку брифинг классический у нас состоится в 9.30, я думаю, что у нас уже будет возможность подвести итоги из завтрашнего отчета по инвесу потребительских цен. Но я думаю, что у нас уже есть фундамент и базис готовиться и рассчитывать на снижение этого индикатора, что может стать еще одной причиной давления на евро. Важный отчет по слушанию инфляции в рамках Англии. И еще отмечу, что завтра с большой долей вероятности может состояться выступление еще и Карни. Безусловно, оно будет посвящено теме предстоящих экономических стимулов. И если Карни снова сообщит о том, что британский регулятор игнорирует потенциальный рост индекса потребительских цен в долгосрочной перспективе и думает сейчас над тем, как бы остановить давление на показатели ВВП, я думаю, что фунт увидит в этом намеке на снижение процентной ставки уже по итогам торговой сессии четверга и начнет готовиться к этому, теряя в весе существенно и раздавая пункты рынку. То есть, если все сложится с точки зрения ожидания этой мягкой экономической политики так, как мы с вами предполагаем, то уже завтра распродажи по фунту продолжатся. И, возможно, уже к торговой сессии четверга мы сможем добраться по паре фундор к отметке 1.28. Замыкает день отчет от Американского института нефти. Но я надеюсь, что сейчас трейдеры уже будут меньше обращать внимание на статистику, поскольку в четверг у нас были официальные цифры, которые подтвердили снижение запасов, но рынок на них никак не отреагировал. Полагаю, что на частную оценку API не отреагирует уж тем более. В среду данные по торговому балансу Китая, промышленное производство еврозоны и, пожалуй, важнейший отчет среды – это решение Банка Канады по процентной ставке. Я вам уже рассказывал, почему канадский регулятор может пойти на дополнительную поддержку сейчас экономики через снижение процентной ставки. Но если вы внимательно меня слушали в ходе прошлых брифингов и вебинаров, вы помните, что я делал ремарку на то, что Банк Англии может отложить решение по снижению ставки, если теснить позиции канадца, продолжит сильно американская валюта. То, что пара USDCAD сейчас торгуется на отметке 1.3050, это как раз доказывает тот факт, что доллар сейчас взял все в свои руки и, собственно, ослабляет канадскую валюту естественным образом через собственную силу. Я допускаю то, что в связи с этим канадский регулятор сейчас предпочтет сохранить ставки на прежнем значении, на прежнем уровне 0,5%, но это не значит, что у нас не будет оснований полагать, что они могут пересмотрены в ходе следующих заседаний. Тем более, что мы еще наценим последствия пожаров в Альберте, которые являются одним из самых богатейших регионов Канады, и каким образом они сказались на показателе ВУП. В любом случае, я считаю то, что канадская экономика продолжит нас разочаровывать слабой статистикой. Мы видим, как снижаются цены на нефть, которые являются, собственно, одним из основных экспортных товаров для Канады, так же, как и для России. И еще понимаем то, что есть ожидание, что на канадскую валюту продолжат оказывать давление и растущий доллар. Поэтому снова напоминаю и возвращаю вас к идее того, что USDCAD продолжит стремиться в район 1.32. В четверг у нас уровень занятости, уровень безработицы по Австралии и день, который будет посвящен, по сути, статистике английского региона. Традиционно мы называем такую сессию суперчетвергом. У нас планируем объем покупки, протокол заседаний и самое важное решение по процентной ставке. Я думаю, что Банк Англии может ее скорректировать на 0,25%. Если это случится, фунт закрепится ниже уровня 1.28. Также у нас в четверг традиционный отчет для этого дня о первичной заявке на пособие по безработице. Еще индекс цен производителей, который является одним из компонентов общего показателя по инфляции. Помимо английского регулятора, наверное, отчет, на который нужно будет обратить внимание, это как раз индекс цен производителей. И в случае, если мы увидим прирост, это еще один позитивный фактор для доллара, который будет настраивать нас на очень хорошие цифры по общему показателю по инфляции в пятницу. То есть, американец из-за этого будет иметь возможность вырасти и прежде всего против японского оппонента. Ну и что касается пятницы, насыщенная торговая сессия. Прежде всего, она будет насыщена целым блоком макроэкономической статистики по Китаю, промышленного производства, ВВП, а чуть позже рыночные продажи, капиталовложения. И с самого начала пятницы именно этот фундамент станет, возможно, определяющим до самого конца недели и, может быть, даже создаст какие-то направления для локальных дневных трендов. Если по Китаю мы снова увидим плохую статистику, то, может быть, в связи с этим снова возникнет спрос на защитные активы и вырасти. То есть, франк, японская валюта, облигации, золото. И здесь еще можно будет сделать ставку даже на рост европейской валюты, потому что евро в этом ключе используется как валюта фондирования для операции керри-трейда. Ну, собственно, об этом мы поговорим уже ближе, собственно, в пятницу. У нас будет возможность подготовиться к этим релизам на наших ежедневных брифингах. Я еще призываю вас всех по возможности не пропускать их, поскольку именно оценка фундаментального фона каждый день, который мы даем, это актуальная информация. То есть, она может быть более важна, чем та, которая доносится до вас, в частности, по итогам вебинаров в правильный понедельник. Все-таки получить в моменте новости – это куда важнее для оценки рисков и направления дальнейшего трейда, чем анализируют все это спустя неделю. Также очень много статистики по США. В пятницу – уроничные продажи, промышленное производство и самый важный релиз для США и для доллара в рамках этих пяти дней – данные по инфляции. Напоминаю то, что если мы получим свидетельство роста и этого индикатора, значит, ФРС еще раз подтвердит готовность повышать ставки до конца этого года, то есть 2016-го, и, соответственно, это может оказать поддержку для американцев. Но прежде всего нужно убедиться в том, что индекс потребительских цен растет, и здесь есть, правда, глубокий риск. Он связан с тем, что цены на нефть в последнее время стали снижаться. Если этот тренд сохранится, тогда давление на индекс потребительских цен снова будет прежним. И ФРС может начать тянуть резину, либо кота за хвост, чтобы откладывать решения, которые предполагают ужесточение монетарной политики. Но не будем сейчас о плохом, мы все-таки верим в доллар, верим в его силу, поэтому будем следить за актуальным макроэкономическим фоном и, по возможности, не упускать ни один релиз, который может сказаться на настроениях трейдеров в отношении доллара. Ну и что касается целей по наиболее ликвидным валютным парам, евро доллар 1.0950, аут USD 0.7450, USD 1.103, уверен, что мы сможем протестировать это сопротивление, и фонд против доллара, жду снижением до отметки 1.27. Но если банк Англии пойдет на снижение процентной ставки, может быть, доберемся до уровня даже 1.26. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, задавайте их в общий чат, либо в рубрику «Вопросы». С удовольствием на них отвечу. Александр, по поводу торговли, по факту публикации запасов. Ну, безусловно, торговать на новостях в моменте – это всегда трейдинг, который сопряжен с большими рисками. Что касается нефти, то сейчас рынок, безусловно, повелся крайне нелогично. Я думаю, что очень многие могли попасть в такую локальную мышеловку. То есть, приучились к тому, что логика соблюдается, запасы снижаются, и трейдеры покупают нефть. В этот раз эта логика не сработала. В целом, это еще одно напоминание того, что рынки зачастую нелогичны, рынки весьма рискованы, и лучше подходить к трейдингу с оценкой среднедолгосрочных перспектив того актива, который вы используете в спекулятивной деятельности. Крикосрочно – это очень, скажем, сомнительное предприятие, потому что, по сути, больше похоже на гадание на кофейной гуще. Либо вверх, либо вниз. А вот фундаментально среднедолгосрочные ориентиры более-менее можно определить. И наши брифинги, собственно, наши вебинары, и то, что я стараюсь держать вас в курсе всех новостей уже на протяжении трех лет, они только доказывают тот факт, что долгосрочно мы еще ни разу не ошиблись с правильным выбором ориентированных. И те, кто торгует на долгосрок и смотрят брифинги для того, чтобы просто быть в курсе, они со мной согласятся. Золото, Сергей. Идем на 1400 долларов за тройскую унсу. Я здесь все-таки больше делаю ставку на Brexit и на то, что в пятницу у нас выйдет очередной блок очень слабых данных по Китаю. Поэтому мы снова увидим спрос на защиту, который традиционно относится из золота. 1400. Но чтобы быть более-менее спокойным, предлагаю даже добраться до 1395 долларов за тройскую унсу и покинуть этот актив. Олег, по поводу новозеландца. Так же, как и в отношении австралийца, напоминаю, что здесь исключительно ожидания, предполагающие ослабление этого актива, поскольку мы делаем ставку на очень слабые молочные аукционы, которые проходят в рамках Новой Зеландии. Мы понимаем, что сырьевый актив болезненно сказывается на торговом балансе, который укушился также за последние два месяца серьезно, многократно. И то, что резервный банк Новой Зеландии, так же, как и резервный банк Австралии, допускал возможность еще одного снижения процентной ставки. Поэтому никак я не могу рекомендовать вам на покупки этого актива в средне-долгосрочное. Краткосрочное с ним может произойти все, что угодно. И рост и падение, так же, как и с другим активом, с любым другим активом. Но в отношении средне-долгосрочных ориентиров я не сомневаюсь, что по новозеландцу мы сможем добраться до отметки 0,70, точнее, даже 0,68 как минимум. Потому что сейчас, насколько я помню, пара торгуется чуть выше 0,71. Александр, ну если у вас получается торговать на новостях, это очень хорошо. Мои вам поздравления. Это делает вам, конечно же, добавляет бонусы, наверное, даже кармик удачи. Но особо обольщаться не стоит, потому что велика вероятность ошибок. Вот как вы сами отметили, что практически чуть не попались на запасах по нефти. Вы представляете, если бы вы торговали? Тогда пришлось бы закрывать ордер по стоп-лоссу. Ну, либо, если вы злоупотребляетесь рисками, не дай бог стоп-ауту, потому что коррекция нефти превысила 5%. Это то снижение, которое может уничтожить любой депозит. Поэтому все-таки минимальное плечо, небольшой объем, оценка фундаментальной картины и больше с уходом на средний срок. Так, уважаемые трейдеры, огромное вам спасибо за внимание. Большое вам спасибо за ваше внимание.